Здравствуйте! Поистине матч-реванш был у Тайфуна со Спартаком. В таком напряжении приморские болельщики еще не находились. После вчерашней неудачи хозяева льда изменили стратегию. И уже на 13-й минуте Сергей Никитин открыл счет. Распечатать ворота соперников помогли Глеб Зайцев и Павел Ткачков. Правда, довольно быстро Спартак восстановил паритет и вышел в лидеры после еще одного удачного броска. Но запал у сурисского хоккеиста Сергея Никитина во втором отрезке помог Тайфуну вырваться вперед. А Никитину оформить первый хэт-трик в своей карьере в МХЛ. Родители, родные, близкие там все приходят поддержать. Дополнительный стимул появляется забить. Сегодня повезло. Александров и Гончарук увеличили преимущество Тайфуна. К концу второго отрезка счет был 5-2 в пользу у сурисской молодежки. Но заключительный отрезок хоккеисты Спартака провели в атаках. И к середине периода отставание было всего в одну шайбу. Увеличить отрыв помог защитник Тайфуна Руслан Гейдаров, забив шестую шайбу ворота соперника. Кстати, для Руслана это первая забитая в МХЛ. Увидел хороший момент. Потом мой партнер Никита Ивашкин помог мне реализовать его. Дал хорошую передачу. Остался один с воротарем и воспользовался моментом. За 10 минут до конца встречи Глеб Зайцев забил седьмую шайбу в гостевые ворота. Спартак перевел игру в зону Тайфуна и успел сократить отставание до одной шайбы. Но финальная сирена не позволила гостям довести встречу до овертайма. Сложная, но заслуженная победа Тайфуна 7-6. В итоге хозяева льда и Спартак поделили победы в этой встрече. Молодежка адмирала готовится к играм со следующим соперником – крыльями советов. Матчи пройдут 5 и 6 октября.